Всем привет, сегодня я вам представляю айсберг Ясмана который я делал полчаса, не ну а что, зато честно. А инфу я про него искал примерно 2 дня. Это максимум что я смог найти, потому что после того как он скрыл все свои видео, искать информацию про него стало в 10 раз сложнее. Приятного просмотра! Верхушка айсберга Ясман Это первое название канала. Анимации? Но тут без комментариев смотрите сами. Провокации. В течении всей своей первой эры Исман унижал других людей. По типу привет я Исман и вы пидоры и лови секс или я спздил видосы вы все дауны и Егоров или спидоры и чсв. Таких примеров много, но как я уже говорил, он скрылся своего основного канала все видео, и мне пришлось брать видео с его других каналов. А про них чуточку попозже. Молодой трипли. Это еще одно название, когда Исман переименовал свой канал в 2020 году, если я не ошибаюсь. Скорее всего это случилось, потому что его просто засрали. Рыбка мела. Вот вам несколько отрывков. Упражнение петушок. Исходное положение устоя ноги на ширине плеч. За что, блядь? Второй канал. Практически ничего о нем не известно, кроме того, что Исман публиковал туда видео, похожее на те, что он публиковал на свой основный канал. Диана. Всем привет. Это я, Исман. Сегодня видео не бу... Что со светом? Только не сейчас. Группа ВК. Она, кстати, все еще работает. Но в постах есть единственная картинка, под которой Исмана унижают. Ну дефолт. Что могу сказать? Середина айсберга. Возраст. Возраст Исмана в 2019 году составлял 12 лет. Значит сейчас Исману примерно 16-17 лет. В лыге. После анимации Исман решил снимать на канале молодая триплевлоги, хотя анимации никуда не делись. Сайты мамки. Просто прикольная находка в компе Исмана. Реальное имя. Исмана в жизни зовут Роман Александров и он живет в Москве. Не знаю зачем вам эта информация, но пусть будет. Исман знает про ритм. Это подтверждается тем, что он оставил комментарий под худшим моим ритмом. Фан канал. Существует по крайней мере один фан канал. Его название Исман Говнович и там публиковались мемы про Исмана. К примеру тот, что я вам показывал. Инстаграм и Фейсбук. Ныне удаленные соцсети Исмана. Ничего о них не известно, кроме того, что они существуют. Вторая группа ВК. Там нет ничего интересного, кроме 19 однотипных картинок и одного сообщения от Исмана. Две страницы ВК. Одна из них это та, которую я вам уже показывал. А вторую я потерял во время записи этого видео. Роман Сафин. Это второе название канала, когда Исман переименовал свой канал. Только я не понимаю почему Сафин, если его фамилия Александров. Ну да ладно. Тикток. У Исмана есть тикток. И доступ к нему нужно заполучить только во втором архиве. Там есть два видео, рассматривать которые я не хочу. Дно айсберга. Дилдана. Это шуточная группа. Автор вел группу от лица Дианы. Последняя запись была 18 ноября 2019 года. А если зайти в комментарии, то там будут одни маты, унижения участников. Причем не только Исмана, и прочая хрень. Интернет арчиве. Если кто не знает, целью архива является предоставление всеобщего доступа к накопленной в интернете информации. То есть, если информация уже недоступна обычным путем, то доступ к ней можно получить через интернет арчиве. Так вот, через интернет арчиве можно получить доступ к четырем записям. Канал Исмана в состоянии Исмана Фичель, Роман Сафин и две записи Молодая Трипля в состоянии актива и состоянии в котором сейчас его канал. Именно оттуда я брал почти всю информацию. Ссылка и если что на интернет архив с четырьмя записями будет в описании. Лост Медиа. Большинство видео Исмана потеряно, остались только видео из перезаливов, 10 каналов. У Исмана как минимум есть основный канал, второй канал и 9 дополнительных каналов. Эти каналы это Исман Антис Метеор, Исман Саул, Исман Дарк Саул, Исман Инверк, Исман Гомер, Исман Чаэс, Исман Пауэр Саул, Исман Антигрифер и Исман Ливи. Почти у всех этих каналов есть Аватарка, Шапка, Интра и Аутро. Джайс знает Исмана. В его группе написано, что Джайс это его друг, но эта теория может опровергнуться, считая то, что он написал Исману в комментариях. Хотя скорее всего Исман просто считает Джайса другом. Почему Исман перестал снимать видео? Тут есть довольно много вариантов и все они могут быть правдой. Первая теория ему просто надоело снимать видео и он решил уйти со всего интернета на совсем. Вторая теория он просто завел новый канал. Третья теория, самая ужасная, но она тоже может быть правдой. Из-за наплыва хейта Исман не выдержал и закончил свою жизнь с собственством. Ну вот и все, я разобрал все пункты айсберга Исмана. Если вы хотите что-то добавить в айсберг или просто порассуждать почему Исман перестал снимать видео, то не стесняйтесь писать свои предложения в комментариях. Ну а с вами был Пишут, всем пока.